В районной администрации прошло заседание коллегии социальной сферы. Его участниками стали представители социальной защиты населения, управления по вопросам семьи и детства, сферы образования, главы поселений. Коллегия проводится для того, чтобы подвести итог прошлого года, определить план работы в дальнейшем, а также обсудить насущные проблемы, которые сегодня существуют в социальной сфере. Открывая совещание, заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус отметила, что одна из главных задач власти – это создание комфортной и безопасной жизни для славянцев. Особое внимание уделяется социально незащищённым слоям населения – детям, пожилым людям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Помимо традиционных форм социальной поддержки, для этой категории граждан выделяются дополнительные средства из районной казны. В 2016 году почти полтора миллиона рублей выделили из муниципального бюджета на помощь и поддержку семьям, у которых что-то в жизни произошло. Или пожар, или болезнь, или нужно было привести ребёнка на лечение далеко и так далее. В заседании коллегии принял участие и председатель районного совета Григорий Литовко. Он подчеркнул, что работа соцслужб очень важна, ведь от этого зависит качество жизни тысячи людей, нуждающихся в поддержке. Вовремя выявить, упредить определённые моменты, а это очень важно. Поэтому сегодня задача нашей коллегии – обсудить доклады всех. Я думаю, что их главы поселения, они на территориях на своих проблем массу знают. И сегодня хотелось бы, чтобы взаимодействовать, чтобы живое было общение. О том, какие меры социальной поддержки получили славянцы в прошлом году, рассказала начальник управления социальной защиты населения Славянского района Марина Соломатина. В 2016 году расходы на предоставление социальных пособий, льгот и компенсации, государственной социальной помощи, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и других мер социальной поддержки составили более 588 миллионов рублей. Ежемесячную денежную выплату получили 7060 ветеранов труда и военной службы, труженики тыла и жертвы политических репрессий. На осуществление названных выплат израсходовано 54 миллиона 538 тысяч рублей. Жителям района, имеющим право на жилищно-коммунальные годы, предоставляется 50-процентная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сумма расходов на оплату компенсации на жилищно-коммунальные услуги составила 188 миллионов 63 тысяч рублей. Получили компенсацию 19 тысяч льготников. Средний размер компенсации – 827 рублей. В рамках коллегии заслушали доклад об итогах работы управления по вопросам семьи и детства. В прошлом году более 100 детей усыновили. Под опекой находилось свыше 150, приемных – 55. Как отметила начальник управления Галина Курячая, в прошлом году произошло снижение количества детей-сирот. Если сравнить, то в 2016 году уменьшилось количество социальных сирот, выявленных. Их выявление в 2015 году составило 31 миллиона, в 2016 году выявлено 26 детей. Зато в прошлом году у нас есть для нас очень важные показатели, и результат – это увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах. В 2016 году шесть детей обрели кровную семью. Всего же в районе на сегодняшний день проживает 230 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В докладах выступающих прозвучали не только статистические данные, но и был сделан глубокий анализ работы за прошлый год. В сознании каждого социального работника, каждого специалиста социальных управлений, желание помочь людям, поддержать в сложной жизненной ситуации, обеспечить выполнение всего комплекса мер по социальной защите населения. Эта работа в 2017 году будет усилена. О результатах руководители служб будут докладывать на рабочих совещаниях по вопросам социальной сферы. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа События.